Вот так внезапно в новогоднюю Вологду ворвались вооруженные богатыри и викинги. Средневековый лагерь у стен Софии развернули несколько клубов исторической реконструкции из Москвы, Мурома и Кириллова. Заснеженные лужайки Кремлевского сада на двое суток стали местом ресталищ, игр и развлечений. Дружина Ярослава Мудрого, который правил Новгородом в 11-м столетии, оказалась самой многочисленной. Ее воссоздали реконструкторы из столичного клуба «Серебряный волк», история которого насчитывает четверть века. Через реконструкцию костюмов, вооружения, доспехов мы рассказываем зрителям о том, как это выглядело тысячу лет назад. Очень многое из аспектов современной жизни основано на той жизни, в которой жили наши с вами далекие предки. Такие ретроспективы позволяют не повторить ошибок прошлого, считают дружинники. Гости богатырской деревни смотрят на вещи проще, примеряют их. Доспехи, конечно, тяжелые, не как нынешняя одежда, но ничего, все хорошо, приятно даже ощущение защищенности. Кстати, почти все предметы быта и одежды – точные копии оригиналов, сделанные вручную. Мы очень много работаем с археологической литературой, на раскопках присутствуем. Если мы делаем какую-то вещь, копию средневековую, мы берем археологическую находку и по ней делаем уже реплику, можно сказать. Реконструкция – еще и метод обучения подрастающего поколения, ненавязчивый и увлекательный. Кузнечному делу, например. Заостряем оба конца и закручиваем спиральку. Символ ветра должен был охранять своего владельца от злых ветров и прочих напастей, так скажем. Оберег моряков ковали по очереди. Дело нелегкое. Взрослые тоже с интересом наблюдали за процессом. У меня папа был кузнец, поэтому мне очень интересно. Это наша история, это наш дух. Поэтому все, что здесь, вот это действие, это наш дух. Не знаем истории, значит не имеем будущего. Согреться посетителям помог горячий медовый сбитень, приготовленный по древнерусскому рецепту. Варили его в 30-литровом котле, сделанном без использования сварки. У нас немножечко поздний вариант сбитня, когда мы добавляем имбирь, он придает такую полезную горечь, остроту, палочки корицы, здесь у нас анис и апельсиновая цедра. В основе мед, а еще лимон для кислинки. Напитком угостились и взрослые, и дети. Приехал с женой, с детьми, вот. Посмотрел только богатырей, потому что долго спали с дороги. Ну, пока все хорошо и нравится очень. Согревались по-разному. Одни у костра, другие активно, танцуя в хороводах и подвижных играх. Мечом голову не бьем, мечом не тыкаем, только удары боковые, ноги, туловище. Безопасность превыше всего. Реконструкторы – настоящие профессионалы своего дела. Одинаково хорошо владеют оружием. Будь то тренировочный меч или топор. Простым это искусство назвать можно только со стороны. В это положение ставите руку, да? Теперь сгибаете локоть, послабляете кисть. Условно почесали себе лопатку, да? Вот так вот. Да? Теперь резко выпрямили. И он полетел? Нет. Не полетел в мишень даже с десятой попытки. Попробовать свои силы выстроилась целая очередь. Победители угощали сладостями. Восторженных отзывов – десятки. Мне очень понравился праздник. Я увидела настоящих русских богатырей, увидела старинную одежду и выпила очень вкусный миновый напиток. Погружение в историю волокжанам и туристам подарили городские власти. Праздник – часть масштабного проекта «Рождественская сказка в Вологде». С 30 декабря до 8 января для волокжан и гостей города – десятки праздничных событий. Это и киношные трюки, и спецэффекты от ярославских каскадеров, и зимний фестиваль спорта. Рестораны в новогодние каникулы радуют гостей гастрономическими мастер-классами. 7 и 8 января в Вологде пройдет фестиваль вертепных театров. Все праздничные точки размещены на интерактивной карте проекта «Рождественская сказка в Вологде», который получил статус национального события России. Субтитры создавал DimaTorzok